Долгожданный доклад от Романа Пронски! Спасибо, спасибо. Тоже из компании НИПАМ, между прочим. Да, да, да. Мы познакомились как раз сейчас перед докладами. Всем привет, спасибо, что пришли. Главное, дожили до второго доклада в пятницу вечером. Сегодня я буду говорить про синхронный PHP. Работаю я в ИПАМ, как уже сказали. В основном мой опыт связан с PHP, с JavaScript. Это и фронтенд, и бэкенд, и совсем чуть-чуть с питоном. Кроме того, последние пять лет я опубликую каждые две недели PHP дайджест на Хабра Хабре. Если вы следите за ним, спасибо вам большое. Спасибо. Если кто еще не успел почитать, обязательно почитайте. Так, мало кто знает, но у дайджеста есть вот такой инструмент, вторая ссылочка. Это поиск по всем ссылкам в дайджесте. Например, если вы хотите разобраться в какой-то теме, ну скажем, асинхронный PHP, вы можете зайти там, вбить, и вы сразу получите какие-то ссылки на туториалы, инструменты. И это точно будет лучше, чем первая страница в Гугле. Поэтому рекомендую. Я его сделал сам для себя, но думаю, не только мне он будет полезен. И он open-source, если вдруг вам что-то захочется доделать, сделать. Но он на JavaScript, а не на PHP. Вообще это такой 5-мегабайтный JSON, поэтому можете его просто забрать и делать с ним, что хотите. Это огромный JSON с ссылками. Так, пролистнул. Ну окей, асинхронный PHP. Вообще, поскольку я 5 лет занимаюсь дайджестом, то фактически это переваривание ссылок и новостей. То сейчас это будет такая обзорная экскурсия в мир асинхронного PHP. Если кто-то уже успел хлебнуть этого, то надеюсь, вы увидите что-то интересное сегодня. Ну или поделитесь своим опытом после доклада. Если вы еще не знакомы с асинхронным PHP, то сегодняшний доклад станет классной отправной точкой для вас. И вы точно услышите что-то полезное. Ну, можно очень часто услышать мнение, особенно от джаваскриптеров, которые нодой занимаются, что, мол, PHP не был создан для этого. Ну, конечно, он не был создан для этого в середине 90-х. Ну, просто потому, что не было таких задач тогда. Но мир меняется, мир не стоит на месте. И PHP вместе с миром развивается, особенно в последнее время, очень быстро и круто. Вы все это можете видеть по последним релизам. И адаптируется к новым задачам, которые стоят перед PHP. Если раньше мы делали просто какие-то сайты, то сегодня что мы делаем? Это RESTful-сервисы, которые с повышенными требованиями к скорости. Это должны быть быстрые RESTful-сервисы. Это микросервисы, чат-боты, всевозможные интеграции. Потому что очень много уже готовых API, и мы часто просто интегрируемся. Все это должно работать очень быстро. И PHP, кстати, может очень круто, успешно справляться. И асинхронный PHP здесь как никогда поможет. Но прежде всего давайте разберемся вообще, что такое асинхронный, что мы понимаем под асинхронностью. Но традиционно мы привыкли к модели запрос-ответ. То есть у нас приходит какой-то запрос от клиента к нашему веб-серверу, затем он попадает в PHP, потом мы делаем какой-то запрос к базе данных. И вот пока идет запрос к базе данных, пока база данных его обрабатывает, пока она нам возвращает его, все это время наш скрипт ждет. И фактически наш клиент ждет. И поэтому вот такая операция, она называется блокирующая. Потому что она фактически блокирует наш поток выполнения. Обычно эти операции, они связаны с вводом-выводом. Ну потому что ввод-вывод, он как бы особенно медленный. И все наши операции выполняются последовательно. Поэтому такая модель называется блокирующим I.O. То есть блокирующим вводом-выводом. Что можно с этим делать? Первое, что как бы приходит на ум, это многопоточность. В PHP у нас как бы нет из коробки многопоточности, но на других платформах есть. Что это значит? У нас наша операционная система заботится о том, что наши операции выполняются параллельно. Мы создаем поток на каждую операцию, ну или не на каждую, а имеем там пул потоков. И они выполняются параллельно. Но у такого подхода есть ряд проблем. Во-первых, программировать становится сложнее. Нам нужно думать о синхронизации. Есть накладные расходы на создание потоков и на переключение контекста. Кроме того, есть известная проблема 10 тысяч соединений. Ну, например, многопоточный сервер у нас маловероятно, что просто так, просто, без всяких оптимизаций, выдержит 10 тысяч соединений с 10 тысячами потоков. Ну, это на самом деле спорное утверждение. Скорее всего, выдержит. Но все гораздо усложнится значительно. Вот. Но что с этим делать? И альтернативное решение – это синхронный подход. Или неблокирующий. В этом случае у нас наши операции, которые у нас I.O., которые у нас блокирующие, они выполняются как бы параллельно. Но мы не ждем, пока они выполнятся. Как только каждый из них закончит свое выполнение, у нас есть какой-то кулбэк или какой-то, грубо говоря, обработчик, потому что это событийный подход, который мы можем сразу же выполнить. Но поскольку мы при этом находимся фактически в однопоточном окружении, то наши кулбэки, то есть наш код, он выполняется последовательно. Вот вы можете это видеть. У нас вот эти кусочки CPU, они у нас последовательно выполняются. Но при этом мы не ждем I.O. То есть как только выполнится I.O., мы сразу можем выполнять наш CPU. Это очень крутой, очень масштабируемый подход. Он используется в том же самом Node.js, в Nginx и еще куча где, ну потому что он максимально масштабируемый. Как мы могли им видеть, асинхронный это не параллельный. То есть реально код у нас выполняется последовательно, наш код. Но за счет того, что мы не ждем, это довольно быстро работает. Что у нас есть как бы в PHP для этого? Вот эта многопоточность и асинхронность, вместе мы ее объединяем словом конкурентность. Вот это то, что у нас есть в PHP. На самом деле тема асинхронности, она как бы в PHP начала активно развиваться лет 5 назад. Но все эти инструменты доступны очень давно. И первый это Pthreads. Pthreads это расширение. Расширение, которое нужно для реализации многопоточности. Но и кроме того, кроме типичных недостатков многопоточности везде, у Pthreads еще есть свои недостатки. Во-первых, нужен кастомный билд PHP с флагом ZTS. То есть Zen Threads Safety. А во-вторых, не все расширения потокобезопасные. То есть даже если вы скомпилируете PHP с этим флагом, установите это расширение, то нет гарантии, что у вас все будет безопасно работать, скажем так. Тем не менее, есть ряд задач, для которых Pthreads применимы, многопоточность применима. Но сегодня мы о них говорить не будем. Вторая группа функций. Это, скорее всего, вы все имели с ними дело. Это функции для работы с процессами. То есть благодаря им мы можем открыть новый процесс, запустить новый процесс и получить дескриптор. Ну и затем что-то с ним делать. Либо забыть там про него, либо дождаться ответа. Ну либо вот третья функция Pthreads. Мы можем форкнуть текущий PHP процесс. И вот третья группа. Это асинхронность. Все эти функции, они как бы работают в режиме полинга. То есть они постоянно опрашивают систему. А не случилось ли что-то? Не произошло что-то? Не произошло что-то? Не произошло что-то? И вот этот полинг-механизм приводит нас к понятию event loop. Что такое event loop? Event loop – это сердце асинхронного кода. То есть фактически он инкапсулирует вот этот процесс опроса системы. Не произошло ли что-то? Не произошло ли что-то? То есть у нас есть каждая итерация, ну это буквально бесконечный цикл. Просто бесконечный цикл, который сделает в каждой своей итерации, он делает следующее. У него есть набор дескрипторов, и он проверяет, не произошло ли что-то в этих дескрипторах. Ну для PHP, у PHP есть своя абстракция, которая называется stream или потоки. И поэтому он проверяет в этих потоках, не произошло ли что-то в потоках. Каждая такая итерация, она называется tick в event loop. И кроме того, у нас есть таймеры. Таймеры – это понятная штука, это типа выполни вот эту функцию через 10 секунд. Или выполняй вот эту функцию каждые 3 секунды. В итоге обратно от системы, от этого event loop'а мы получаем какие-то события. Например, в таком-то потоке что-то произошло, пришли данные. Или сработал такой-то таймер. И на каждое это событие мы можем выполнять свой обработчик. По сути, это похоже, вот я тут нарисовал картинку, не знаю, видно вам или нет. Это похоже на сеанс одновременной игры в шахматы. То есть когда гроссмейстер – это у нас такой себе event loop, и есть у нас потоки. Он как бы ходит и с ними быстро играет все одновременно. Вот так это работает. Опять же, этот подход очень хорошо себя зарекомендовал, и он лежит в основе все того же Node.js, Nginx и еще кучи других приложений. Что у нас есть в PHP для реализации такого подхода, вот этого event loop'а? Вообще говоря, он реализуется, event loop, с помощью вызова системных функций. Первая системная функция – это вот select. И это единственная функция, которой мы можем в PHP работать из коробки – stream select. Существуют другие системные механизмы – это вот poll и poll, dev poll и key cue. Но они более… у них лучше производительность, они быстрее работают, но из коробки в PHP нам они недоступны. Для этого нам нужно ставить какие-то расширения. LibEV расширения. Ну, в смысле, это библиотека на C, для которой есть оболочка в виде расширения для PHP. Вот LibEV – это расширение, оно изначально использовалось в Node.js. Это очень старая библиотека. Но потом для Node.js написали, ну, специально для Node.js написали отдельно библиотеку LibEV. Вот. LibEV – это очень крутая библиотека, и она умеет делать гораздо больше, чем просто event loop. Действительно классная штука. Ну, все они доступны в PHP, и предназначены они как бы в PHP для… Они более гибкие, более производительные, поэтому если… Ну, мы об этом попозже поговорим, о применении, когда, какие стоит применять. Окей, ну, что меня интересует, это вот прикладные инструменты. Как бы понятно, есть какие-то системные вызовы, но я же не буду эти системные вызовы у себя там в PHP коде делать, если мне просто нужно задачу какую-то решить. Поэтому сейчас будет такой обзор тех инструментов, которые вот прямо сейчас можно взять и применять. И первый – это ReactPHP. Наверняка вы, может, даже про него слышали. Это самый известный из этих инструментов, и, по-моему, он даже первый появился. Он действительно production-ready. Это стабильный инструмент. Один из мейнтейнеров утверждает, что в немецком городе, где он живет, система backend для светофоров работает на ReactPHP. Я это проверять не стал, но из своего опыта смогу сказать, что у нас на проекте, на котором я работаю, у нас используется ReactPHP для оплода больших файлов. То есть у нас есть backend для оплода больших файлов, и это фактически одна из ключевых функциональностей системы. Проблемы есть, как и везде, но полет нормальный. То есть это в продакшене, это реально работающая система. Отдельно хочется отметить эту отличную документацию с кучей примеров и книга Сергея Жука. Рекомендую. Классная книга, если вы хотите вникнуть в тему. Из минусов. Одно время у ReactPHP был такой застой, и они многие фичи долго делали. Например, не было долгое время поддержки multi-part form data. Но сейчас последний год сформировалось классное сообщество, и все это быстро делают. Поэтому я связывался с майнтрейнером. Они обещают до конца года зарелизить 1.0 версию. Но тем не менее нет поддержки keepalive и нету поддержки HTTP 2.0. Нету даже pull request на эти фичи. Они обещают их сделать после того, как зарелизят 1.0. В качестве примеров я решил, не знаю, вам видно код или нет, как-то он плохо, но жаль. Жаль, но смысл в чем? Что я хотел сравнить реализацию простого Hello World приложения. Взял Node.js Hello World HTTP сервер и сделал его на PHP. И показать, что это, в общем-то, выглядит точно же так. То есть нет никакой разницы, на чем писать. То есть когда JavaScript разработчик говорит, что на Node.js это проще, ну нет никакой разницы. Это вообще одинаково. Жаль, что вам не видно, но я скажу, что оно выглядит одинаково, за исключением одного нюанса. В PHP мы явно создаем event loop. То есть если в JavaScript у нас event loop, он как бы глобальный, мы даже об этом не думаем, что он где-то есть, но он есть, то здесь на ReactPHP нам нужно явно создать этот event loop, передать его, и тогда мы можем работать. Ну все, лишь в этом разница. То есть обработчик, вы видите, но он точно же так выглядит практически. Окей. Дальше. Следующее – это AMP. AMP, он, в общем-то, тоже появился лет пять назад, но активно разрабатывается он лишь последние пару лет. Сделан он на основе генераторов, корутин. То есть в принципе при желании можно писать такой код, который похож на синхронный. И есть плюс, что вы можете использовать trycatch для обработки асинхронного кода. Ну, например, если в ReactPHP у вас есть promise, и у вас возникнет exception в promise, то как бы trycatch у вас, естественно, ничего не словит. У вас должен быть там блок zen какой-нибудь, вот это все. Здесь вы можете сделать обычный trycatch, и у вас словится exception, все сработает. У них просто офигенный компонент HTTP. Это именно полноценный, скажем так, аналог экспресс.js из нод мира, если кто знаком. То есть там есть и роутер. Все, он очень мощный, с поддержкой HTTP 2.0. Ну, классная штука, ничего не скажешь. Мы в свое время рассматривали возможность его использования, но нам не подошло ограничение PHP 7.0. То есть у нас есть часть клиентов, которые используют PHP 5.5, и несмотря на то, что мы используем в основном PHP 7.1, мы должны сохранять обратную совместимость, и поэтому мы не могли эту штуку использовать. Но генераторы у нас, например, используются активно. Плохая документация, API не очень красивый, потому что, ну, да, это как бы набор компонентов, но это набор и функций. То есть мы как бы там с такой смешанной OOP слэш функциональный подход, ну, на любителя, скажем так. Опять же, их HTTP компонент… А можно опять свет, пожалуйста? Их HTTP компонент, он как бы аналог экспресса, и поэтому сравнение с чистым нодой было некорректным. Я сделал вот сравнение с экспресс фреймворком и то же самое на AMP. Ну, то есть мы видим, даже синтаксис похожий. То есть мы можем какие-то middleware передавать, вот views, роутер у нас там, вот это все. Ну, по сути, то же самое. Ну, и как видим, мы здесь, у нас loop скрыт. То есть у нас тоже нет event loop, он где-то там глобальный создается, мы об этом вообще не думаем. WorkerMan. Китайский фреймворк со всеми вытекающими. Документация на китайском, код, черт ногу сломит что-то на китайском. Ну, в общем, не знаю, на любителя. Там есть классные идеи, классные штуки из коробки, типа вёркеры, статус страница, все можно так автоматически быстро, красиво сделать. Но, блин, оно на китайском. То есть если вы не знаете китайского, ну, я бы не рекомендовал. Примерчик. Можно опять, пожалуйста? Еще будет один пример, поэтому. Да, ну, здесь, опять же, то же самое. Тут статические вызовы, ну, мне такое не очень нравится. И, ну, из плюшек, допустим, перезаписываются глобальные массивы. То есть, в принципе, вы можете вставлять там код какой-то, который, ну, предполагает использование этих глобальных массивов. Вот эта штука действительно интересная. Хоть и китайская, но это расширение. То есть оно вставляется в виде полноценного расширения со своей собственной реализацией event loop. Очень производительная. То есть, ну, здесь скорость невероятная. В это сложно поверить. Я не знаю, если есть здесь Максим из Forma Pro. Нету? Ну, окей. В общем, Максим утверждает, что они запускали симфонии, полноценные симфонии приложения, и им удалось достигнуть времени запроса 5 миллисекунд. Это продакшн-приложение вообще без кэширования. Ну, это очень, ну, невероятные скорости. То есть в это сложно поверить, насколько оно быстрое. Во второй версии у них есть реализация корутин и каналов а-ля Go. Это вообще такая небесная штука. То есть вы пишете асинхронный код, и он выглядит, ну, абсолютно как синхронный. Ну, магия. Но за все нужно платить. Вот этот минус о том, что местами уродливый API, он связан с тем, что у них во всей документации, которая на китайском и на английском, к счастью. У них примеры в таком полупроцедурном стиле. Но на самом деле это как бы обман. У них есть полноценный там ООП, все классы вот эти с неймспейсами, все есть. Просто в документации почему-то они это не показывают. Вот примерчик. Ну, тут вообще один в один. Свет это выключили, да? Да, еще свет. Не, не надо. Ну, вообще, то есть один в один. Ну, здесь вот буквально один в один Node.js. Опять же, ивент луп по умолчанию от нас скрыт. Ну, классная штука. То есть моя рекомендация следующая здесь. Если для вас критична производительность, то есть если для вас важна именно производительность, рассмотрите эту штуку. Очень рекомендую. Действительно максимально быстрая. Бенчмарки. Я хотел сравнить все эти реализации с Node.js. Но потом я подумал, что бенчмарки – это зло. Нельзя доверять бенчмаркам. Если вы что-то выбираете, делайте бенчмарки сами. Даже не доверяйте тому, что вы видите в интернете. Сделайте маленький POC и проверьте сами, что вам подходит, какая реализация вам больше нравится, какая у вас быстрее работает. Сейчас несколько примеров использования. Как можно использовать асинхронный подход? Это не исчерпывающий список. Это скорее то, что приходилось лично мне использовать. Это то, о чем я говорил. Вот Максим, они запускали в Symfony. Демонизация приложений. То есть традиционно у нас как происходит? У нас на каждый запрос запускается все заново. При этом, да, окей, даже если у нас есть опкэш, оно у нас не интерпретируется каждый раз, но каждый раз оно исполняется. То есть каждый раз у нас происходит bootstrap приложение, и это иногда может довольно сильно просаживать производительность. А что если мы возьмем, запустим все приложение, и на запрос будем просто обработчик вызывать? И это можно сделать с помощью PHPPM. Если ваше приложение построено на компоненте HTTP kernel, это Symfony компонент, как, например, сам Symfony и Laravel, то вы можете просто за доли секунды написать простой JSON-конфиг и запустить их в PHPPM. Но производители, авторы этого инструмента, они говорят, что скорость до 15 раз повышается. То есть схема работы приблизительно такая. У нас есть Nginx в роли reverse proxy, у нас PHPPM, который на React PHP основан, он запускает несколько процессов по числу процессоров реальных на вашем компьютере и балансирует нагрузку. Но в итоге работает все супербыстро. Вот это их бенчмарки официальные. Это бенчмарк сделан в 2014 году. В смысле, в 2014 году, прошу прощения. То есть это PHP 5.4. Очевидно, что на седьмой это будет намного быстрее. Но порядок понятен. То есть вот это синее внизу, это PHPFPM. Вот это вверху, это PHPPM, то есть React, плюс Nginx. Ну тут разница буквально в 10 раз. Очень крутая штука. Веб-сокеты. Веб-сокеты – это отличный дуплексный протокол, который применяется во всякого рода реал-тайм приложениях. Это игры, чат-боты, ну везде, где нужна моментальная реакция. Notification, всякого рода уведомления пользователей. Классическая здесь штука является Ratchet. Это веб-сокет-сервер, который реализован на ReactPHP. Но в принципе у всех тех инструментов, которые я перечислил, у каждого есть своя реализация веб-сокет-сервера. Они все приблизительно одинаковые, но Ratchet просто такая самая известная штука. На ней больше всего примеров, больше всего документации. И есть готовые интеграции Symfony LARWELL. Что я бы здесь советовал, это использовать перед веб-сокет-сервером Nginx, не присоединяться напрямую, не использовать TLS. То есть TLS пусть будет у вас в Nginx, а сам веб-сокет-сервер работает без шифрования. И сам веб-сокет-сервер оставлять максимально легковесным. То есть все тяжелые операции переносить в отдельные сервисы и как-то с ними связываться. Но об этом я еще позже скажу. Да, и тут возникает такой вопрос. А нужен ли нам веб-сокет вообще? То есть часто какие задачи у нас? Есть приложение, которое работает по принципу запрос-ответ. Там плюс-минус нам все нравится. Там RESTful приложение какое-то. И тут нас просят, а добавьте реал-тайм уведомления. То есть нам нужно на какой-то обновленный контент максимально быстро пользователю показывать, когда бэк-энд об этом узнает. И вот для этого я говорю, что очень часто не нужен веб-сокет. Ну полноценная дуплексная связь. Нам достаточно вот этого сервер-пуш. И как это сделать? Я рекомендую вот эту центрифугу. Эта штука сделана на Goni, на PHP. Она ставится рядом с вашим бэк-эндом. То есть это отдельный сервер, который стоит рядом с вашим бэк-эндом. Причем бэк-энд может быть на чем угодно. На PHP, на любом языке. Клиенты подключаются к этой центрифуге по тому же веб-сокет протоколу. А ваш бэк-энд, они авторизуются, подписываются на какие-то каналы. А ваш бэк-энд, когда он узнает о чем-то, что нужно сообщить пользователю, он может просто послать в центрифугу сообщение в нужный канал. И это мгновенно отошлется всем подключенным пользователям. Причем к центрифуге вы можете как по HTTP подключаться, так и в Redis просто добавлять и слать. Это очень быстрый подход и в плане реализации, и в плане работы. То есть сама центрифуга может держать миллионы соединений, а ваше приложение остается максимально простым. И вы тут избавляетесь от кучи разных попутных проблем, как, например, а что делать при обновлении приложения. Ну, например, с Ratchet вам нужно как-то думать, как держать соединение. Потому что если вы обновитесь, перезапустите ваш сервер, то все соединения разорвутся. Здесь ничего не разорвется. Обновляйте как хотите. Очень классный, очень прогрессивный подход. Асинхронные запросы, ну, это типичная штука. Обычные HTTP-запросы. У каждого, опять же, из тех инструментов, которые я перечислил, есть своя реализация HTTP-клиента. У React она так и называется HTTP-клайент. Gazl можно инициализировать этим клиентом, использовать Gazl. Есть легковесный база React, который поддерживает PSR-7. Ну, Gazl, в общем-то, тоже. И есть отдельная организация на GitHub, которая делает прям готовые клиенты для всяких API. Там Twitter, GitHub и прочее, прочее. Если вам нужно встроить какой-то асинхронный кусок кода, ну, например, вот те же запросы асинхронные, ваш синхронный код, ваше обычное приложение, то есть вот такая штучка, блок React. Что она делает? Это просто набор, там, парочка примитивов, Sleep и Await, благодаря которым, как бы, можно вставить в обычное приложение, там, асинхронный кусок. Оно там за вас все сделает, запустит луп, дождется, пока он отработает, пока все запросы, там, асинхронно выполнятся, ну, и потом вы можете продолжать работать. Ну, маленькая полезность. И вдогонку еще пара ссылок. Это просто куча инструментов на асинхронном PHP для вдохновления и, возможно, для использования. Это прокси-серверы, там, SOX, HTTP прокси, всякие клиенты для всякого рода хранилища, баз данных, чат-боты. Ну, все, что хотите, обратите внимание. И теперь вот самое интересное. Проблемы, грабли, не знаю, в общем, все, что плохо с асинхронным PHP. Ну, и, наверное, тут эти проблемы, они актуальны для любого асинхронного кода в той или иной мере. StreamSelect. То, о чем я говорил. Эта штука, да, это то, что нам доступно по умолчанию в PHP, но у нее есть одна серьезная проблема. Это ограничение дескрипторов. 1024 дескриптора, и все. Вот, больше никак. Чтобы побороть это ограничение, нужно перекомпилировать PHP. И это довольно нетривиальная задача, ну, вот это сделать. Кроме того, есть еще ограничение системы, но его, к счастью, можно там проще исправить. Поэтому здесь я бы советовал, если у вас какое-то приложение, которое требует множества дескрипторов, скорее всего, это, допустим, WebSocket сервер, или вот что-то в таком духе, то есть много клиентов подключенных, например, то используйте другой event loop. Ну, опять же, выбор, будьте аккуратны, потому что не все совместимы с ранними версиями, то есть вот LibUV и LibUV, они для PHP 7. Или балансируйте нагрузку, то есть запускайте множество, допустим, ну, если у вас WebSocket сервер, запускайте там десяток этих WebSocket серверов и балансируйте с помощью Nginx. Ну, тогда у вас на каждом будет ограничение по 1024, но в сумме это довольно много. Этот, кстати, подход более отказоустойчивый, поэтому рассмотрите его в любом случае. Блокирование – это то, что вообще убьет ваше приложение напрочь. Просто любой блокирующий код. Даже если какая-то функция, вот вы думаете, что она мгновенно отработает, вообще забудьте и вспомните о законах Merphe. Она обязательно заблокирует вам, когда-нибудь все напрочь и сломает ваше приложение. Просто это… Бич асинхронного кода – это блокирующие функции. Более того, не забывайте о зависимостях, потому что все ваши библиотеки, которые вы используете, они внутри могут содержать всякого рода блокирующие функции. Иногда эти функции кажутся, но я же говорю, совсем безобидные. Вот те, которые я перечислил. Ну, файл exists. Просто проверка на существование файла. Ну, что может пойти не так? Обязательно все пойдет не так. Все сломается, не будет файла. Оно все там заблокируется. Ну, все пойдет не так. Будет какая-то хитрая файловая система или еще что-то. Все сломается. Тяжелые… На секунду подумал, что сри написано. Ну ладно. CPU. Тяжелые CPU операции. Конечно, тяжелые алгоритмы в PHP не очень часто встречаются. Но, тем не менее, бывают большие какие-то обработки больших данных. Ну, например, у нас было как-то 50 тысяч объектов как-то трансформировались и потом кодировались в JSON. Естественно, все это медленно работало. Что с этим делать? Если никак нельзя оптимизировать вот этот кусок и сделать его более быстрым, разбивайте его на части. Для этого вы можете использовать вот next tick. То есть вы можете как бы какой-то кулбэк планировать на следующую итерацию. Ивент-лупа. Ну, таким образом у вас как бы разбивается весь код на части. И рекомендация, которая относится как бы и к тому, и к тому, и к блокирующим операциям, и к тяжелым CPU операциям. Выносите все в фон. Все, что тяжелое, выносите в фон. Вы можете использовать либо child-процессы. Опять же, у всех тех инструментов, о которых я говорил, у них есть уже примитивы, там, компоненты для реализации child-процессов. Это максимально прозрачно работает. Вы просто говорите, ну, вот этот кулбэк запусти мне в child-процессе. Вам возвращается промис или там генератор. Ну и все. Оно как бы все достаточно просто работает. Либо если что-то совсем сложное, тяжелое, используйте полноценные message queue. Это как бы отдельная большая тема. Я не буду в нее вдаваться в подробности. Скажу лишь только, что для всех популярных брокеров есть асинхронные клиенты. Ну и для очередей. То есть для Redis, для RabbitMQ. Все, что вы можете придумать, уже все готово. Отладка. Хотел бы сказать, что все хорошо, но все плохо. Ну, то есть как? XDbug у вас работает. Вы можете поставить breakpoint, вы можете все отладить, запустить пошаговый отладчик. С этим проблем нет. Но если у вас вдруг возник какой-то exception, то вы даже не надеетесь увидеть нормальный stack trace. То есть какое-то там место, где произошел exception, да, вы увидите. Но цепочки, которые привела к этому exception, там будет какой-то мусор. Не мусор, но как бы loop, promise, 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 promise. Вам это не поможет в отладке. Ну и опять же, die. Если ваше приложение демонизировано, то оно убьет ваш весь демон, а не один запрос, как вы надеялись. Профайлинг. С профайлингом все нормально. Ну, как бы, да, цепочки у вас длиннее, но узкое место, если оно есть у вас, вы найдете в любом случае. А вставил я этот слайд, просто чтобы рекламировать классный профайлер Blackfire.io. Если кто-то про него не слышал, я рекомендую. У них суперский интерфейс, классные фичи, мне нравятся. Особенно, что вот это динамическое отображение профиля можно встроить в любую страницу. Еще его можно встроить вообще в CI и автоматически профайлить весь код. Единственный минус, он платный и довольно сильно платный. Но если у вас команда, можно купить аккаунт на команду и одним аккаунтом пользоваться всей командой. Такой лайфхак. Короче, если вы не видели, рекомендую. Очень классный профайлер. Ну и бонус треком анонимные функции в PHP. Если коротко, они не очень подходят для частого использования. Можно свет еще раз? Нет короткого синтаксиса. Даже несмотря на то, что есть RFC, вроде как уже согласились, что нужны. Вроде как все уже как бы делаем. Но никак не согласуют синтаксис, какой должен быть. И надо ли автобиндить переменные из внешнего скопа. Вот этот внизу, это пример, это из моего pull request в React PHP из теста. То есть я писал тест, я реализовывал, называют полуоткрытые соединения. Вот этого нет в React PHP. Я пытался реализовать, и это кусок теста. Ну и как видите, тут куча этих перемен. Use, 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 use. Все нужно передавать, и все нужно еще передавать по ссылке, если вдруг оно меняется внутри, и вы как бы рассчитываете на это. Ну, такова жизнь. Но что нас ждет? Как бы о приятных штуках. В Userland это Async Interop. Это организация, которая занимается разработкой стандартов по асинхронному PHP. Они как бы хотят разработать, протестировать, и затем предлагать в качестве официальных PSR. Async Await. Маловероятно, но есть надежда. Сара Голлман. Раньше она была лидером проекта HHVM. Сейчас она релиз-менеджер PHP. Вот ветки 7.2, которая скоро выйдет. И, собственно, Async Await в хаке, который в HHVM, реализовывала она. Ну и есть надежда, по крайней мере она говорила, что это возможно, что это будет в PHP. Но я думаю, что это маловероятно. А теперь о хорошем. Fiber. Вот это прям вообще крутейшая штука. Асинхронность PHP можно реализовать с помощью Caroutine. с помощью генераторов. Но у генераторов PHP нету стека. Fiber – это улучшение для генераторов, которое добавляет стек. По сути, это возможность любое closure, любое замыкание остановить и продолжить выполнение позже. Это настолько круто, что вы себе даже представить не можете. Вы сможете писать асинхронный код, который выглядит очень просто, он более лаконичный. И более того, его гораздо проще будет интегрировать в синхронный код. В общем, это классная штука. И здесь все хорошо. Уже есть pull request, уже есть реализация, есть организация на GitHub, в которой куча примеров, как это использовать в реальном коде. Поэтому в крайнем случае, если вдруг этот RFC не примут и он не войдет в core PHP, будет расширение. Это, конечно, хуже, но тоже приятно. Выводы. Когда применять асинхронный PHP? Хотел бы я сказать, что применяйте его всегда, но нет. Есть огромный класс задач, которые можно решать асинхронностью. часть этих задач можно решать и стоит решать на PHP. Вот такой простой вывод. Поэтому, что бы я хотел сказать. Если у вас есть какая-то работа с сетью, работа с файлами, которая блокирует, рассмотрите использование асинхронного PHP. Это может быть довольно круто, довольно полезно и улучшит ваше приложение. На этом у меня все. Спасибо. Спасибо, Роман. Ну и поехали. Вопросики. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Мне очень понравился ваш доклад. И я хотел бы спросить ваши рекомендации. К примеру, у меня есть API-приложение, написанное на Laravel, которое разбирает довольно-таки тяжелые бинарные файлы. И там время ответа примерно 15 секунд, что, конечно, категорически не устраивает. Я вот рассматриваю, думаю, как асинхронно это все устроить. Я бы хотел спросить, что бы вы порекомендовали из ваших, что вы представили, библиотек, и все ли эти библиотеки, которые вы показали, поддерживают PHP 7.1? Да, спасибо. Ну, кстати, по поводу PHP 7.1 это хороший вопрос. Прямо за все, за все я сказать не могу, но те, что React, PHP, то есть те, которыми я в основном пользовался, они поддерживают PHP 7.1, естественно, отлично на нем работает. Ну, вы там показали React.php, я запомнил, и вторая, ну, вот эта китайская. SWOOL, да, там тоже поддерживается. Вот, ну, мне показались обе эти библиотеки более интересными. Вот какую бы вы порекомендовали, ну, вот чтобы я прямо сейчас пришел и педалил всю ночь. Да, да, точно. Ну, я бы все-таки, все-таки рекомендовал бы начать с React.php. Почему? Я объясню. Если вы, у вас не было еще опыта со синхронным PHP, React.php крут тем, что хорошая документация и много примеров. В SWOOL, там есть документация, часть на английском, но, опять же, там много на китайском, там код на, как бы, он на C написан. Если вдруг что-то, как бы, не так, вы не, ну, вы сами с собой фактически. С React.php в крайнем случае вы можете в исходнике всегда посмотреть, и что огромный плюс, React.php, там очень классные исходники, они очень понятные, очень просто разобраться, и он реализован в виде компонентов. То есть это подход а-ля Symfony. Вы берете то, что вам нужно, и делаете. Очень-очень удобно. Большое спасибо. Да, здравствуйте. Меня зовут Максим. Я сюда пришел холивары разводить, поэтому я продолжу, пожалуй. Давай, давай. Смотри, у меня есть первый вопрос. Каков первый параметр в коллбеках асинхронных, которые ты вот отправляешь? Мне просто интересно. Ты имеешь в виду, первая ли ошибка? Да, 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 ошибка ли. И если да, да. Ну, я так сходу, если честно, не помню. Ну, то есть нет никакого соглашения, да, то, что должно быть первая ошибка? Нет, нет, вот в этом, пожалуй, небольшой минус, потому что каждый из этих фреймворков делает как хочет. На самом деле это ломает все дальше. Ну и панчлайн, да. Но все равно. В общем, есть такой вопрос. Если так много ограничений в том плане, что если ты используешь какие-то external либо, и они там не асинхронные под капотом, то в чем вообще смысл? Если любой, чьих, может сломать твое приложение, как бы может быть, это с перспективы Node.js разработчика, но у нас зависимости очень много всегда. И, да, вот мемчик, когда планета Земля, Вселенная, где-то там дальше по графику папка Node.modules по весу. Но если так все, если все так легко сломать с помощью внешних зависимостей, то в чем вообще суть? И зачем пытаться из PHP сделать теперь уже JS? Да, ну это хороший вопрос, кстати, ну типичный, скажем так. И поэтому я говорю, что не всегда подойдет PHP. Нужно смотреть, какие есть требования, какие ограничения у вас на проекте. Это может быть ряд ограничений, как у нас, например, куча PHP разработчиков, огромная кодовая база на PHP и нежелание добавлять другие зависимости. Потому что, как бы, если у тебя кодовая база на PHP и ты приносишь Node.js, у тебя куча дополнительных проблем возникает. Поэтому я призываю рассмотреть использование PHP, но не всегда это подойдет. Часто не подойдет. Вот Node.js, как бы у Node.js куча своих плюсов есть, когда его можно использовать и стоит использовать. Мне еще слово давать сектанту из JS? Вообще, кто его пустил сюда? Это PHP как метап. Охрана. Спасибо большое за доклад. У меня пара вопросов есть. Когда речь зашла о демонизации приложения, то есть постоянно находится в памяти, у меня сразу возник вопрос об утечках. Да, да. О, это хороший вопрос. Классический вопрос. Но должен заметить, что это актуальное для Node.js приложение. Это типичная проблема приложений, которые долго работают. Здесь в PHP ничего нового. В самом PHP мемореликов практически нет. PHP очень хорошо оптимизирован. Они могут быть в вашем приложении. И скорее всего будут. PHP PM умеет делать следующее. Он мониторит потребление памяти. Если вдруг оно слишком большое, он убивает процесс, стартует заново. То же самое делает, например, PM2. Это менеджер процессов в Node.js. Он точно же так мониторит память. Если вдруг утечка, он просто рестартует процесс. Ничего нового здесь, к сожалению, не придумали. Нужно мониторить, нужно смотреть приложения. Еще один вопрос. Значит, можно ли говорить о том, что обычный сервер может уже претендовать на highload, если мы будем использовать? Да, да. Ну, тут, конечно, много нюансов. Что понимать под highload? Ну, к примеру. Я хотел добавить бенчмарки. Но, я же говорю, бенчмарки – это такая штука скользкая. На ReactPHP, ну, просто сходу, если мы делаем там Hello World приложение, без всяких оптимизаций, без увеличения Stream Select, у нас обрабатывается там, ну, скажем, пять тысяч запросов в секунду. Highload, не highload, не знаю. Ну, на Node.js, это, к слову, вы должны заметить, на Node.js из коробки это больше. Ну, потому что там используется LibUV. Если мы запустим какой-то SWOOL, то там это будет сопоставимо с Node.js, а то и намного выше. То есть, ну, как бы, что понимать под highload? Вот тут такой вопрос. И последний вопрос. Вы упоминали Laravel Symfony. Меня E-разработчик интересует, там используются какие-то экстеншены или это, ну, программисту на откуп дается? И есть ли под E какие-нибудь экстеншены? С E так дела обстоят. Я тоже долгое время использовал E в своей работе. С E не очень хорошо. Дело в том, что E не использует HTTP kernel, компонент. Там вот свои эти response request объекты наверное, как-то можно сделать. Более того, открыт ищу в pitch PPM на поддержку E. Но пока никто этим не занимался. То есть, это реально. Это реально, но никто этим не занимался. Спасибо большое. Спасибо за доклад. Вопрос такой. Вот вы сказали, что с дебагом дела обстоят не очень хорошо, с профайлингом все, в принципе, неплохо. А вот как с юнит-тестированием асинхронного кода? Хотелось бы хотя бы в двух словах описать, как это делается. Да, спасибо за вопрос. Тоже хороший вопрос. С юнит-тестированием все нормально, я бы так сказал. То есть, есть примитивы для тестирования кода. Они выглядят точно так же, как и в Node.js. То есть, мы, в принципе, можем либо блокировать и блокирующим способом тестировать, либо не блокировать, но тогда как бы тесты будут чуть-чуть по-другому выглядеть. Чтобы понять, как это выглядит, можно зайти в React.php и посмотреть его тесты. Они очень простые, очень понятные. Но вот в отличие от этого моего. Но просто потому, что у меня там был сложный кейс. Это вот я показывал кусок юнит-теста. Там, где у меня такая сложная анонимная функция. Но я же говорю, это pull-request с реализацией полуоткрытых соединений. Там просто тяжело протестировать было. И поэтому мне пришлось вот такое городить. Но в целом никаких проблем с юнит-тестированием нет. То есть, можно тестировать. Есть возможность замока, там какие-то объекты вызовы. Да, да, да. То есть, там есть, более того, даже есть уже готовые библиотеки для мока вот такого. То есть, с этим проблем никаких нет. Ну, спасибо. Плюс-минус. Привет. Огромное спасибо за доклад. Реально круто было. Вопрос. Нет, хотел сначала уточнить по поводу PHPPM. Там автор рекомендует не по количеству ядер делать воркеры, а количество ядер плюс 10%. Спасибо, спасибо. Он это не объясняет, но рекомендует. Вопрос такой. Асинхронность предполагает вот эти все промисы, коллбеки. И скажи, вот как бороться, какой-то может лайфхак, кроме, опять же, промисов и деферит объектов с вот этой бесконечной вложенностью? Ты что-то для себя выработал? Тоже такой классический вопрос. Спасибо большое. Есть генераторы. То есть, вот в AMP используются генераторы для этого. То есть, у нас там код более похож становится на синхронный. Ну, генераторы – это такой аналог асинхавейт. Ну, более, скажем так, кривой немножко. Но все через это прошли. То есть, в JavaScript тоже были генераторы, потом появился асинхавейт. Но мне генераторы, я признаюсь, меньше нравятся. То есть, вот промисы даже мне больше нравятся. Вот что в будущем – это вот эти файберы. Вот это крутая штука. То есть, это тоже генераторы, но там у них такой объектный, скажем так, интерфейс. И код выглядит совсем лаконично. То есть, он больше похож на синхронный. Да, действительно нет вот этих Zen и коллбек-хэла. Мне нравится больше этот подход. Но посмотрим, когда будет. Пока я использую промисы. Спасибо. И второй вопрос. Вот ты упоминал, что в реальном проекте используешь для загрузки файлов. Но упоминал также, что были проблемы. В чем конкретно проблемы? Разные проблемы были. В общем-то, это те, которые я перечислил. Блокирующие всякого рода функции. Казалось, ну вот здесь вставим блокирующую функцию, и все будет хорошо. А вот, кстати, про блокирующие функции. Вот библиотеки. Я знаю, есть асинхронная библиотека для работы с Redis, по-моему, с Monge, а с MySQL, кажется, нет. С MySQL целая пачка. Целая пачка есть. Есть, да? Да, да, да. Их вот в ReactPHP есть. Ну, короче, их целая пачка для MySQL. Окей, спасибо. Еще в догонку с блокирующими функциями. В принципе, их даже можно автоматически находить. Для этого нужно в каждом тике event loop получать timestamp и сравнивать их между тиками. Если разница слишком большая, скорее всего, у вас была какая-то блокирующая операция. Но у такого подхода есть накладные расходы, и поэтому это в development можно использовать. Ну, в production нет. Спасибо за доклад. Вопрос, опять же, про блокирующие функции. Я тоже заинтересовался MySQL, быстренько глянул на GitHub. В AMP, допустим, там есть библиотека, которая общается с MySQL. Глянул в код, они тупо шлют в поток escape-последовательности. То есть фактически реализуют MySQL протокол на низком уровне. Получается, что у нас вообще мы лишены возможности использовать все, что есть для PHP. То есть нам приходится писать чуть ли не с нуля все. То есть, словно говоря, если мне завтра надо будет поработать с MySQL, мне нужно будет разбирать его протокол и писать на низком уровне расширения. Правильно я понимаю? То есть с блокирующими функциями все вообще плохо? Ну, с MySQL конкретно, да, там реализация протокола действительно. Для большинства, для Postgres, для MySQL, для других есть. Для MS SQL не знаю, есть ли клиент. Тут сложно, конечно, сказать, что делать. Если могут быть в PHP прям расширения асинхронные. Например, в PHP есть асинхронное расширение для Postgres. Можно его использовать. Но магии, к сожалению, никакой нет. То есть это вопрос везения. Условно говоря, на вскидку приходит пример, допустим, ImageMagic или GD, который часто используется для операции с изображением. Если я правильно понял, они тоже синхронные. Да, конечно. Ну, то есть, опять же, все с нуля. Ну, да, я же говорю, опять же, повторюсь, есть задачи, которые не получится решить. И простая рекомендация выносите в дочерний процесс. Это выглядит… То есть у вас в дочернем процессе может быть синхронный код, который блокирует все, что угодно, но у вас возвращается обычный промис. Поэтому для вас это выглядит, ну, прозрачно. У вас просто стартанул дочерний. Вы создаете callback, который выполняется в дочернем процессе. И для вас это абстрагировано в виде библиотеки. Это довольно удобно. Понял, спасибо. Так, ребята, еще вопросы? Так, второй ряд. Иду к вам. Оп-оп, прием. Рома, спасибо большое за доклад. У меня вопрос следующий. Я не очень знаком с рантаймом PHP, но мне интересно было бы следующий момент. В зависимости от того, какую там реализацию event loop мы выберем для PHP, поднимает ли это вопрос потока безопасности? То есть я не знаю, в какие конкретные моменты выполняется переключение event loop, но стоит ли мне думать о каких-то моментах, когда он, например, может переключиться в момент выполнения какой-то неатомарной операции, что мне там надо что-то синхронизировать и так далее. Понятно, да. В простейшем случае нет. То есть если это у нас stream select и вот эти перечисленные расширения для event loop, они, код выполняется в одном потоке. Поэтому нам думать об этом не нужно. В swool там есть многопоточность, и там есть это проблема или плюс, скажем так, но там есть и карутины, и каналы, которые в год для синхронизации. Вот такое решение. То есть если swool используете, там есть механизм, если вы не используете, то у вас и нет этой проблемы. Добрый день, спасибо за доклад. Меня зовут Виталий. Такой вопрос немножко с мира джавоскрипта. Очень много знакомых слов, таких как коррутины, генераторы, анонимные функции. Такое ощущение, что злые джавоскриптизеры хотят поработить PHP-разработчиков. Ну, собственно, вопрос в том, зачем, почему такая тенденция идет, чем это, собственно говоря, почему так происходит. Потому что, насколько я знаю, в мире Python примерно то же самое. Спасибо. Повторю это, процитирую самого себя с прошлого доклада PHP 4 года назад. Это PHP, мы не изобретаем, мы воруем. Мы просто берем все лучшее, что было в других языках, и берем это в PHP. Ну, не всегда это удается, но часто удается. Поэтому, в общем-то, похожий путь проходили, как вы правильно заметили, многие языки. Там генераторы, асинковые, вот это все. И PHP тоже его проходит в своей манере. А задачи? Возникают задачи, для которых это актуально и нужно. Вот такой ответ. Добрый вечер. Спасибо большое за доклад. Очень много интересного, всего нового узнал. Хотелось бы задать один очень простой вопрос. Почему вы не упомянули асинхронные курлы для HTTP-запросов? Или есть что-то, что лучше справляется с асинхронными HTTP-запросами? Был curl-multi-select, по-моему, называется функция. Она была в самом начале. Да, и есть такое, но почему его не стоит использовать? Ну, как оно работает? Это у нас бесконечный цикл, в котором мы там делаем slip. И опять же спрашиваем, если в дескрипторах что-то там появились данные. Значит, хорошо, не появились, ждем еще, еще, еще. И есть библиотеки для работы, для реализации асинхронных запросов. Они просто все это делают гораздо лучше. Они не используют curl, они используют просто сокеты. Это гораздо проще, гораздо производительнее. То есть, например, какая проблема возникает с curl-multi-select? Если вы сделаете, вот там у вас slip есть, если вы сделаете слишком маленький slip, то у вас очень быстро будет расти нагрузка процессора, оно сразу забьет все. А если вы сделаете слишком большой, ну, значит, оно будет хуже работать. А там это все сделано классно, оно там динамически меняет этот slip, в зависимости от того, есть данные или нет. И поэтому у вас как бы балансируется и нагрузка небольшая, и в то же время все быстро работает. Ну, и об этом не надо думать. Какую из библиотек вы бы лично посоветовали? Мне нравится BuzzReact. Это вот, он легковесный, и там есть как бы вот все, что нужно. То есть, если что-то там суперсложное, там этого нет. Но все, что нужно, там есть. BuzzReact называется. Спасибо. Добрый вечер. Вопрос такой, он ближе скорее к практике. Есть возможность назначать какой-то callback, как я понял, для потока, то есть, который будет выполняться по моменту окончания потока. И как это происходит, когда я запускаю несколько потоков параллельно или там асинхронно? Я жду, пока выполнятся все, и потом у меня будет происходить, ну, выполняется набор операторов, который идет после этого. Или же часть выполнилась, уже пошел процесс дальше, а там идет еще выполнение чего-то где-то. Это первый вопрос, как это реализовано. И второй тоже по этим callback, есть ли возможность задать какой-то общий принцип или общий алгоритм обработки ответа? Я надеюсь, я правильно понял вопрос. У нас есть интерфейс стримов, он как бы у всех общий. И у стримов есть события, они тоже как бы у всех общие. Ну, например, события data, то есть это когда пришли какие-то данные. И мы просто вешаем обработчик события и можем что-то делать с этими данными. Мы также можем создавать там фильтры, это там более сложная штука. Ну и все, в принципе. Грубо говоря, у меня четыре события. Четыре события выполняются. Этот обработчик, он сработает только тогда, для всех четырех, только тогда, когда все четыре будут выполнены. Или когда сработает один из четырех. Выполнится, у меня сработал обработчик. Еще один выполнится, еще один обработчик. Первый, второй вариант. Это асинхронно работает. Как только какой-то выполнился, сработает обработчик. Как только выполнился другой, опять обработчик. Ну и вот так они будут по очереди как-то обрабатываться. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Вот вы говорили, что вы работали над системой, которая загружала большие файлы. С большими файлами, в принципе, много проблем, в силу того, что соединение интернета далеко не всегда быстрое. Файлы могут быть очень большими. И даже выведение этих процессов, он не гарантирует нам, что этот файл будет получен в адекватное время, и будет ли получен вообще. И вот как вы решали проблему того, чтобы сохранение файлов, как бы сохранение информации о том, что загрузка завершена, загрузка не завершена и так далее. Потому что простое выведение фон всего лишь откладывает этот процесс, либо получает юзер бесконечный load bar, либо мы потом должны каким-то образом получить сообщение о том, что он завершен. Если все завершилось корректно, в очереди появилось сообщение, все замечательно. Но, скорее всего, в случае какой-то проблемы мы просто не получим ничего. Как вот вы решали этот вопрос? Понятно. У нас задача стояла следующим образом. У нас есть какие-то бэкэнды для сохранения сториджа. Ну, к примеру, это может быть S3 или какой-то другой, или наш кастомный, но с похожим интерфейсом. И у нас есть как бы веб-приложение, в которое мы непосредственно загружаем файлы. И нам нужно было сделать стриминговый оплот, то есть чтобы у нас нигде файл не буферизировался и напрямую шел вот в этот сторидж. Вот, собственно, вот эту часть мы делали на React.php. И что делает клиент? У клиента есть endpoint, в который он может просто слать сырой запрос. То есть это не мультипартформ дата, это просто сырой запрос, сырые данные, просто пост. И все, он просто их шлет, а бэкэнд их просто принимает. Если он их дослал, то файл сохранился. Если он их не дослал, то он может потом в следующий раз продолжить слать, а бэкэнт ему ответит, сколько он уже принял. И будет принимать с того места, с которого он как бы слал, то есть используя рейндж-хедеры. Спасибо большое. И за блокад, и за ответ. Спасибо всем. Ребята, еще есть вопросы у кого-нибудь? Да, я сейчас тебе и поднесу. Что с приводу сумместности с операционными системами? Ну, то есть, например, под Windows нативно можно забирать такую конфигурацию для синхронной работы? Ну, то есть там много линуксовых библиотек, да, то есть залежных. Ну, там без виртуализации, там без виртуалбоксов, докеров и так далее. Я не знаю даже, это троллинг или это серьезный вопрос. Насколько я знаю, у Винды есть аналоги вот этой select функции, и stream select на Винде работает. Насколько это хорошо, не знаю. Кто реально использует Винду в продакшене с PHP, я не знаю. Ну, а Windows сервер для чего-то нужен же. Что-что? Я же Windows сервер для чего-то придумал. Для .NET, для их стека. Ну, окей, то есть можно, но, наверное, есть какие-то свои особенности. Какие именно, я не в курсе. Еще вопросы? Ой, ну, блин. Управление нагрузкой? Это что, например? Имеется в виду, когда демонизированная у нас? Ну, там классическая балансировка route robin, то есть она просто запросы шлет по очереди на все. То есть она умно не балансирует. Из серии вот эта у нас нода больше загружена, поэтому буду слать на другие. Просто... Не, можно, но это сложнее. То есть из коробки там такого, насколько я знаю, нет. Ну что, еще вопросы будут? Ну, хорошо. Спасибо, Роман. Роман, наш традиционный слон уходит второй за сегодня в ЕПАМ. О, спасибо. И второй у меня. Спасибо. Второй у тебя. Спасибо. Ну, Роман, какой самый лучший вопрос был? Я за юнит-тесты. Юнит-тесты – это хорошо. Где был вопрос про юнит-тесты? Камон. Конечно, был расчет про винду, наверное. Не, не. Очень хитрый, да? Спасибо за вопрос. Спасибо. Ребят, кто еще не оставил свой отзыв в нашей анкетке, прошу заполнить ее. И если вы никуда не спешите, то мы можем даже разыграть пару таких же пакетиков с презентами буквально в течение пяти минут. Сейчас ребята выведут QR-код, еще раз анкеты. Выведут, выведут. Но это фронт-энд, вы не обращайте внимания. Спасибо. 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 Спасибо.